Относительно стабильной стоимости проезда в стране остается только у национального перевозчика Казахстан Тимиржолы. К слову, здесь могут похвастать и стабильностью перевозок пассажиров, несмотря даже на капризы природы. Непогода заставила понервничать новогодние праздники и изрядное количество людей. Из-за переметов на дорогах в снежном плену оказались десятки людей. Еще больше не смогли вовремя добраться до пункта назначения. И все по причине той же непогоды. В отличие от других видов транспорта, КТЖ обеспечила бесперебойную перевозку пассажиров даже в сложных погодных условиях. Тему продолжит Асхатнязов. Если только в минувшем декабре больше 150 раз закрывали трассы республиканского значения, то железнодорожное сообщение не прекращалось. Поезда стали единственным способом увидеть в праздники родных или, например, уехать в важную командировку. Помимо того, что от снега было очищено больше 80 тысяч километров пути. Мы дополнительно приступили порядка 50 вагонов. В составе 44 поезда обеспечили вывоз в декабре и январе около полутора тысяч пассажиров сверх нормы. Все службы наши были переведены в усиленный режим. Организованы круглосуточные дежурства. Дежурили в эти непростые дни от рядовых путейцев до первых руководителей. А потому именно они сегодня попытались объяснить ситуацию с переполненными вагонами. Нам правильно нужно вести соответствующий диалог с пассажирами. Как это складывается, допустим, при подсажении людей на маршрут. Нужно объяснять людям, что это вызвано чрезвычайной ситуацией, что просто нужно нам обеспечить вывоз людей из тех или иных станций и, соответственно, обеспечить их мобильность. По итогам совещания, помимо всего прочего, Канат Алпызбаев поручил в зимнее время организовать дополнительные пассажирские поезда на тех направлениях, где имеется так называемая пассажиронапряженность. Асхат Нязов и Мирамбек Ахмаханов. Итоги дня.